Юрий Мамлеев Утро Василий Неудич Кошмариков живет в двухэтажном деревянно покосившемся, точно перепуганном домишке. Вокруг домишки тьма тьмущая дощатых уборных. Дело в том, что уборные делались так неаккуратно, что выходили из строя каждые полгода. Вместо старых также липовато наспех сбивались новые, причем почему-то на других местах. Поэтому и дом, где жил Василий Неудич Кошмариков, был окружен целыми рядами уборных, которые стояли точно позабытые невесты, воздевая руки к небу. Какой-нибудь пьяный житель иногда забредал вместо действующих в заброшенную, и долго, матерясь, выбирался оттуда в конец перепачканный. Сам же Василий Неудич считал, что уборные придают местному пейзажу, особенно если смотреть из окна, очень утонченный и таинственный вид. Они оттесняли на задний план виднеющиеся из окон трубы заводов, реку, точки домов и лесной закат. Василий Неудич очень любил этот вид. Кроме него Василий Неудич любил еще людей. Но это была своеобразная любовь. Когда-то в молодости он даже ненавидел их, но теперь это позади. Сейчас Василий Неудич просто не обращает на живых внимания. И любит же он преимущественно мертвых. Даже не собственно мертвецов, а сам процесс смерти и его осознавания. Я говорю, Василий Неудич страшный, сластеный. Хотя его комната необычайно грязна и даже до неприличия забросано. Сахарок беленький такой в чашечке. Там всегда есть и даже прикрыт платочком. Сам Кошмариков, будучи в молодости, сейчас ему лет тридцать, очень загнан и забит. Теперь большой говорун и хохотун. Особенно на работе, когда от людей все равно не уйдешь. Но хохотство его характера дальнего, призрачного, он хохотнет, хохотнет тебе в лицо и вдруг умолкнет, как оглашенный. Да и хохот его не по существу, а так по надобности, как в уборную сходить. Зато на улицах Кошмариков с людишками, не-не, не чтоб выпить там, поматериться, даже старушку споткнувшуюся издалека обойдет. К себе в комнату тоже никого не пускал. Но в кухне, где народу не избежать, опять бывал говорлив, даже обходителен. Если бы мы, Вася, как ты, хохотали, мы воно какие здоровенные были, говорили ему старушки-соседки. А ты вон какой хиленький, смех-то, он мимо тебя идет. Они боялись его. Должен сказать, что главную Васину черту любовь к тому, чтобы кто-нибудь знакомый умирал, особенно из близких соседей, за долгую многолетнюю жизнь хорошо изучили. Прежде всего, во время этого Василий Нилович прамитки хорошел. Личико бывало раскраснеется, глазки блестят. Весь такой деловой ходит, как на крылышках. А здоровье вечно справляется. Очень пугал он всех тогда своей радостью. Поэтому все знали, если Кошмариков начищенный ходит бритый, все пуговицы пришиты, значит, кто-нибудь из его знакомых помирает. А знакомство Кошмариков заводил преогромное. Очень общительным был. Потому что тогда больше шансов найти кандидата в покойники. Если бы не эта черта, Кошмариков был бы вполне терпим для соседей. Ой, бойкий он очень. И жизнерадостный, говорили про него. Но когда кто-нибудь в квартире заболевал, то врача вызывали с оглядкой, чтобы Васенька не заметил. По ночам. И провожали его через задний ход. Болезнь свою тщательно скрывали. Даже в ущерб своему здоровью. Сейчас перед этим знаменательным утром. Уже как год. Но из близких Кошмарикова никто не помирал. Он ходил совсем грустный, опущенный. Взялся был уже за сублимацию. То котенка где-нибудь удавит, то в морг забредет. Но чужие это не то, думал Кошмариков. Разве сравнишь, когда друг помирает? Здесь-то человека не сколезнал. Весил на тебя на ладошке, как кино. Интересно. И он уже совсем загрустил. Опустился, стал пить. На днях его даже надули. Обещали познакомиться с девицей, которой было три инфаркта. Но после первой же ночи выяснилось, что это ложь. И девице нужно было только потерять свою невинность. Сублимироваться надо, думал Василий Нилович. Прийти домой. А то дойдешь. Вся жизнь как сон идет. Жрешь, хохочешь, по бабам шляешься. А чтоб что-нибудь существенное помер, чтоб кто-нибудь. Не-не-не. С такими мыслями, закутавшись в грязное одеяло, он заснул. Самому помереть, что ли? Только со стороны посмотреть. Последнее, что мелькнуло у него в уме. Наутро Вася проснулся, разбуженный истерически радостным стуком в дверь. Ломился Володя Косицкий, его посыльный по части смерти. Кошмариков голый, без трусов открыл. Николай. Гол да умер. Выпалил Косицкий. С тебя четыре рубля за новость. Кошмариков выпустился на стул. И хотя голому заду было холодно, сердце ёкало и оживлялось, как от тёплой ванны. Недруг помер. Настоящий заправдошний первый раз ши с ним запил кошмариков. Мне полезно доставать четыре рубля для Косицкого. Ему захотелось, чтобы Косицкий отсутствовал или во всяком случае замер, чтобы была тишина, и ничего не существовало, кроме огромного образа Николая Голда. Косицкий в его воображение ушёл, 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 хихикнулся у него в груди, ушёл. Косицкий за долгую службу прекрасно зал состоянию своего хозяина и мышкой шмыгнул в уголок на детский стульчик и притих. Швырнув ему четыре рубля, Кошмариков стал деваться. Ему захотелось помолчать, чтобы почувствовать себя императором. Человечества для него уже не существовало. Существовал только он, Кошмариков и Голда. Но Голда уже не было, он исчез. Он Кошмариков живчиком себя ощущает. Даже пустоту в животе чувствует. Он так рос и рос и рос в своих глазах. Комната казалась маленькой, маленькой. А он большим, большим, словно пробивающим головой потолок. Никаких корон мне не надо, подумал Кошмариков, глядя на себя в зеркало. Я памятник воздвиг себе нерукотворный, провизжал он про себя. Торжество пело в его теле. Николая Голда он знал ещё с детства. Вместе ходили на лыжах, вместе списывали уроки, вместе мечтали о будущем. Вдруг лицо Кошмарикова исказилось. Он прыгнул к Косицкому и схватил его за горло. А ты не врёшь, падла! Вдохнул он ему в лицо. Что ты? Что ты, Вася? Что ты? Прошептал Косицкий. Самого святого касаешься! Кошмариков сделал страшные глаза. Убей бог, Вася! Вася, убей бог! Захныкал Косицкий. Что б меня громом убило? Пойди сам поверь, раз я спас свой. Вот такое! Кошмариков резко бросил его горло и заложив руки в карман и заходил по комнате. Он весь переваривался в огромную, значащую себе цену радость. И хотя сам Голда никогда ничего плохого ему не сделал, Вася чувствовал, что вместе со смертью друга ушёл в небытие весь мир со всеми его обидами, что ушли в небытие. Это отомщены все прошлые издевательства одним самим над Васенькой, хохотушки, насмешки, щелчки и занозы. И что он уже не просто, Василий Нилович Кошмариков, служащий конторы, рыб с быт, а личность в некотором роде Наполеон. «Мир стал чист и приятен, как утренний воздух Крыма. Теперь можно и в Бога поверить тихо и потайно», сказал Василий Нилович, поцеловав свое изображение в зеркале. Он проходил по комнате ещё полчаса, поглаживая себя по брюху и смоку, и разлито по всему телу духовное удовлетворение. Косицкий сидел в углу и тихо поедал завтрак. Наконец Василий Нилович круто обернулся к нему и сказал «Рассказывай». И решительно сел на стул против него. Начиналась следующая фаза. Косицкий икнул, ощутив в животе теплоту сыра, глядя на Кошмарикова похабно, преданными глазами начал. «Ты ведь знаешь, что Коля давно хворал, что он в лакардин в кармане держит. Я уже тебе полгода назад докладывал». Косицкий облизнулся и погладил кусок сыра, прежде чем проглотить его. Справку у врача я тоже навёл. Так что всё к концу ушло. Но насчёт срока... Причмокнул Косицкий. Сказать трудно было. Мария Кирилловна, врачиха эта, бывала лёжа в постельке со мной. Целый час жерняга прикидывала, когда срок. Но ошиблась, дура. Как напивалась, всегда говорила, что завтра помрёт. И в ухо меня целовала. А как по трезвости, то всегда. «Через три года, через три года», — говорил. «К делу, к делу переходи!» — буркнул Кошмариков. «Как помирал!» «Значит так, может, сначала телевизор посмотрим, Вася!» Тоскливо расхрабрился Косицкий. «Телевизор на том свете будешь смотреть, курва!» Оборвал Кошмариков. «Говори, не томи!» «Ну, значит, так. Вот что я пронюхал. Коль он смерть девки ускорили. Без них он, небось, ещё, может, жил. Знаешь ты, что с юга он вернулся, ошпаренный, и сердечко, как листик, трепыхалось. Но природа своё брала. После курорта жреть стал. Ну, дело ясное. Тем более комната есть, магнитофон, пластинки. Девок, видимо, невидимо. Работаем ему в редакцию. Позвонили. «К делу, Володя!» «К делу!» — тихо заскулил Кошмариков, сжимая пальцы. «Сахарку, Сахарку, подложи, Вася!» Прослезил Косицкий. «Я ведь от тебя сластём стал!» «Ну так вот, Зинка эта была с нормом, ну а Коля парень стильный, фотокорреспондент, в Минске бывал. Стройненький такой, как лошадка, бабеугодник!» Вдруг звезднул Косицкий, проливчая. «Ну так вот, оказывается, Коля не мог. Я, скорее, говорит, фотокорреспонденцию дам похуже, но как перед бабой не срамлюсь, так и в рубашки наглаженной не выйду. Ну, известно. Кобель!» Хихикнул Косицкий. «А Зинка-то баба рыхлая, пузатая, не французская. Сначала было ничего. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Николай покурил. Зинка-то грехи в детском корыце смыл и ушла к себе телевизор смотреть. Он и звонит через час, говорит, «Плохо мне, что это, Зин, приезжай!» Зинка ему отвечает, «А ты телевизор посмотри, радио послушай, потом в кино сходи!» Николаев подумал и проговорил. «У меня завтра работа!» Повесил трубку. «Вечером она приезжает, а он уже холодный!» «На диванчике лежит!» «Точно газету читает!» «А о чем думал перед смертью?» «А?» Бросился на него кошмариков. «О чем думал?» «Это выяснить надо!» «Опять же через Зинку!» заботился Косицкий. «Володь, а на работе надо разнюхать реакцию к машине!» «Я сам съезжу!» «Похороны только не пропустить!» Потирая руки, урчал кошмариков. «За дело!» «За дело!» «Берись, вареный!» Пожурил он Косицкого. «Портки надо подчинить Васе!» засветился Володя. «Чай не в театр идем!» «На кладбище!» «Ну брось, надоел!» «Агитатор!» фыркнул Василий Нилович. Косицкий скрылся. Кошмариков погладил брюхо и задумался. «Прежде всего, я поеду к бабе!» Решил он, почувствовав прилив сил. Вообще, последнее время эти силы вспыхивали в нем, только когда умирали его близкие. «От бабы поеду в парикмахерскую!» продолжил он. «Начиститься надо!» хохлиться. И к мамаше. Часа через два, ошалевший от сытости, он выползал из грязной конуры на улицу от бабы и все время вспоминал образ умершего Голды. Мокренький, слегка слабоумный, Кошмариков влез в парикмахерскую. Он, не отрываясь, смотрел на себя в зеркало, корчил мысленные рожи, сублимировал движение горла, а в мозгу все время вертелась мысль. О чем же думал Голда за секунду до смерти? О чем же думал Голда? Неузнаваемый Кошмариков проскочил в переулок. В своем парадном костюме теперь побритый, постриженный, он выглядел как наглый и молодящийся франт. В довершение всего он купил в комиссионном тросточку и, помахивая ею, холеный и надушенный, бойко вилял по тротуару. От удовольствия он даже слизывал с губ капли дождя. Мамаша Голды, Варвара Никитична, ахнула, открыв ему дверь, усилий Никитич, никак вы женились! Пробормотала. Ничуть нет, Варвара Никитична. Я позавляю сополезнуть пришел, сказал Кошмариков. И не спрашивая разрешения, как хозяин прошел в комнату. Варвара Никитична, заплаканная, прошла за ним. Чайку бы с вареньем попить, мамаша, высказал за Кошмариков, развалясь на диване. Вскоре Василий Нилыч стал, необычайно говорлив, чай пил по многу, торопясь, обжигаясь, поминутно вскакивал, подбегал к различным вещам, книгам, безделушками, и блудливо спрашивал. Это покойного. Вещи покойного обнюхивал, чуть к свету не подносил, рассматривая. Маша Варвара Никитична о простоте душевной думала, что он не в себе от горя. Но Василий Нилыч именно был в себе. Он даже похлопывал себя поляшком. Ему вдруг вошла в голову шальная мысль, лечь в постельку, где недавно ночевал, покойный, заходя к мамаше на ужин, лечь так свернуться калачиком и подремать сладенько-сладенько потомную музыку. Шопена, скажем. Но он боялся, что Варвара Никитична вызовет психиатра. Когда будут похороны, мать! весело закричал на Варвару Никитичну. Завтра с утра, Вася, беспокойно ответил Варвара Никитична, в кузьминках. Под конец Варвара Никитична совсем обомлела и, не зная, что подумать, разрыдалась. А на Кошмарикова напал нелепо, трансцендентный, но вместе с тем животный страх. Что он может в этой комнате умереть? Одновременно душевное веселье было через край, поэтому Кошмариков пел песни, плевался, легонько матерился и убежал, захватив с собой рваный носок покойного. А на следующий день были похороны. Василий Анилович стал рано утром и почему-то пошел пешком. Косицкий приехал в Кузьминке, еще с вечера изночевал в сарае. Кошмариков прискакал вовремя, но устал и злой и сходу голодно спросил «Где гроб?» «Заказывайте, Вася!» засвистился Косицкий. «А может, ты проглядел губошлеп?» «Уже похоронили?» «Надо было задержать!» «Убью!» «Хурва!» Надвинулся Кошмарик. «Что ты?» «Что ты, Вася?» «Что ты?» «Я все кладбище обегал, запыхался!» «Никого нет!» илил Косицкий. Гроб и правда запаздывал. Наконец он появился. Все пошло как по маслу. Кошмариков вертелся, расталкивая всех и норовил быть поближе к гробу. Он начисто забыл все то доброе и хорошести делал для него голды и сосредоточился на двух-трех мелких пакостных обидках. Сердце его ныло от сладострастного «Вот тебе!» «Вот тебе!» «Вот тебе!» «Вот тебе!» Приговаривал он про себя, тихо взвизгивая. Он даже не ел, а весь ушел в мысли созерцания мертвого лица. В это время опять почему-то произошла задержка. Гроб поставили около кустов, тут-то из-за дальних деревьев на почтительном расстоянии раздалил лись истошный крик и звон гитары. Это Володя Косицкий пропивал заработанные четыре рубля. Кошмариков кинулся к нему. Володя холоси «Грустно, Володя!» «Ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха!» «Ха-ха!» «Ныл он!» «Ха-ха-ха!» «Деньг мало!» Вдруг Косицкий во всю запел обнажив крысиной зубки «Уй, месь, Володя!» «Вещевалов!» «Кошмариков!» «Нас смотрят!» «Сорвешь мне весь транс!» Гроб между тем двинулся с места. Кошмариков Пугливо обернулся и дружелюбно, многозначительно хлобыснув Косицкого по животу, побежал за гробом. Через несколько минут он опять включился в торжество и умиление. Но вскоре Кошмариков осознал, что в последний раз видит лицо друга. И в момент перед засыпанием в могилу был какой-то тревожно сумасшедший. Точно всех хоронили, поэтому Вася иногда впадал в какое-то дикое, инфернальное, олигофренное состояние. То ему хотелось захохотать, то всплакнуть от жалости себе, то брыкаться. Но когда гроб засыпали, и вместо лица Николая оказалась земля, Кошмариков опять вошел в прежнее горделиво, возвышенное, возвышенное состояние. Он даже стал важно приподнимать земли упавшую Варвару Никитичну, помахивая тросточки. Фронтоватый он прохаживался между оцепеневшими провожающими. — Строг, 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 Василий Нилыч, к людям, строг! — перешептывались они. Но они были живые, а Василий Нилыч был к ним равнодушен. Отделавшись от них, он засеменил вперед по дорожке, веселый и удовлетворенный, Как после удачного любовного свидания. — Какая-то сила несла его на своих крыльях. У входа к нему подбежал немного отрезвевший Косицкий. Кошмариков схватил его за ворот. — Володя, учти, — сказал он. — Нужна цепная реакция. Одного голды мало, мало, и я не насыщаюсь. Ищи мертвецов, хоть дальних, понял? — Да, ясно, ясно, Вася, — просеял Косицкий суть в глаза. — Я хоть и пьяненький, хоть и час пойду. Пойдут ее, видел? Есть у меня на примете одна девка молодая. — Ну, бегом! — весело гаркнул Кошмариков. Косицкий, как дитя, виляя задом, вприпрыжку побежал к автобусной остановке. — Я чичас! — кричал он Василий Нилович, размахивая рукой. А Кошмариков твердой походкой один пошел по шоссе. По мере того, как он шел, веселье у него сходило, уступив место важности. Голову он задрал вверх, шагал, не глядя под ноги, смотрел все время на небо. Из проехавшего мимо автобуса Косицкий увидел его. — Мечтает! — умиленно хихикнул Володя. Субтитры создавал DimaTorzok